А, получается, трансляция идет в полу, да? Да. Трансляцию включить. А я разве не включу? Ждем, пользователь запишет. А что, еще нет половины, что ли? Ну, стар, уже идет трансляция, я поэтому ее не жду, потому что мы уже в эфире с вами, и поскольку трансляция идет от канала 1612, который у меня подключена, получается, я должна сначала объяснить, что мы здесь, что происходит. Мы таким образом, добрый вечер всем, таким образом мы решили перенести наши эфиры из телеграм-канала «Активист ДВК» в YouTube и попробовать ввести их здесь и попытаться здесь отвечать на ваши вопросы в более широком аудитории. И я думаю, что начнем по вторым разам, к слову, вам предоставить. Да, это новый у нас подход. Мы пытаемся получить более живой контакт с нашими сторонниками. Солома Солома Курметод, здравствуйте, уважаемые соотечники. Сегодня тема нашего эфира – это общенациональный митинг 9-10 июня. 9-го числа будут выборы досрочные президента и 10-го числа будут объявлены итоги выборов. Я вас ревью буквально. Мне кажется, вы не подключились. Я не подключился? Да, вот сейчас мы вас видим. Сейчас меня видите? Ну, вот в канале не видел. А, есть появилось. Я на канале тоже вижу. Ну, мне нужно, видимо, повторить, судя по всему. Да. Солома Солома Курметод, здравствуйте, уважаемые соотечники. Мы решили применить новый метод общения. Мы обычно в это время выходили в Telegram, в чате, активист ДВК. Но сейчас мы решили попробовать активный контакт с нашими сторонниками, отвечать на вопросы. Вопросы мы будем видеть параллельно на наших телефонах. Вопросы вы можете задавать мне и Жанне. Сегодня мы хотим обсудить общенародный освободительный митинг 9-10 июня. Я хочу объяснить, почему мы предлагаем назвать именно общенародным освободительным протестом. И сначала несколько слов о предстоящих выборах 9-10 июня. Уважаемые друзья, вы все знаете, что в нашей стране преследуют за пустые плакаты. За изображение, что у тебя в руках якобы пустой плакат. За цитирование Конституции. За то, что ты выходишь в футболке, на которой написано «Шундов правда». За то, что ты можешь развесить баннер просто на спортивных мероприятиях со словами «от правды не убежишь» и таких людей задерживают, сажают на 15 суток, штрафуют и все прочее. Штрафуют и преследуют за голубые шары. Сейчас в июне дети завершают учебу, и вот в мае тоже. И мы знаем, что учителя звонят родителям и говорят, что берите любые шары, только не берите голубые. То есть, вы сами понимаете, что в нашей стране закон перестал работать, и он не работал никогда при султане Назарбаеве. Оппозиция уничтожена. Партии оппозиционные зарегистрировать невозможно. То есть, когда задерживают за пустые плакаты, говорить о легальной политической деятельности, говорить просто не приходится. И в этих условиях, когда заявляется, что якобы, кандидатом оппозиции является Амаржан Кусанов, извините, я, наверное, скажу три ха-ха. И просто попытка прижима Назарбаева сделать из людей-дураков, она, конечно, просто удивительная. Но для меня удивительное более другое. Сейчас очень много людей говорят, что вот надо идти голосовать, идти на выборы, бросить в урну, иначе твой голос украдут. Все эти 30 лет ваши голоса крали. Даже те, кто ходил на выборы. И тех, кто не ходил на выборы, тоже. Уже технологии подделки бюллетеня отлажено, режимом Назарбаева до совершенства. Более того, когда вы на следующий день заявите, что вы голосовали за, например, другого человека, не такая, то вы даже не сможете ничего доказать. Потому что на следующий день по новому закону, который давно уже действует, кстати говоря, эти бюллетени, оригиналы, уничтожаются. Ну а суды, они все под контролем Утана Назарбаева. Вы, наверное, помните, когда недавно в Автау судья Кинжалеев поддержал судью города Автау, и судья вынесло решение в пользу Айгулян-Берды. Кинжалеева уволили, его преследовали, было нападение на него. Поэтому в этих условиях говорить, что нашей стране проходят честно и справедливые выборы, не приходится. Это первое. Второе. Нам не нужно доказывать, что эти выборы нелегитимны. Потому что сами поправки законодательства, они уже противоречат Конституции. Суть поправок только, если говорить об одной ключевой поправке, эта поправка гласит, что на выборах могут наблюдаться на позицию президента те, кто проработал не менее пяти лет на государственной службе. Папа, я буду напередить вас немножко. Тут вот нам говорят, что эхо большое. Я думаю, что где-то у вас, либо надо подключить наушники. Может, наверное, придется микрофон тогда. Как сейчас? Давайте попробуем с наушников. Да, давайте попробуем. Как сейчас слышно? Сейчас лучше, мне кажется. Так вот, если только государственные служащие, которые пять лет проработали на государственной службе, могут выдвигаться в президенты, это прямо противоречит Конституции страны. В Конституции страны четко написано, что все граждане равны в своих правах. И получается, что те, кто работал на государственной службе, более равны. То есть вы понимаете, то есть сама Конституция уже здесь нарушается этими поправками. Как сейчас слышно, Жанна? Отлично, да, нормально. И уже это, по сути, говорит о том, что нынешние выборы нелегитимные. Помимо всего прочего, Казахстан подписал ряд международных договоров, которые тоже предполагают, что такого рода нарушения и дискриминации не должно быть. Их, помимо того, что я озвучил, множество. Огромное количество, мы уже их опубликовали. На этой неделе мы еще опубликуем. Я хочу проинформировать Центральной избирательной комиссией, его руководителем Берега и Маршера, которую я лично очень хорошо знаю, ну, собственно, и всю политическую верхушку. О том, что все международные наблюдатели получат от нас сообщение со ссылкой на Конституцию, на нормы закона, на международные соглашения, которые нарушает Казахстан, проводя эти досрочные выборы. Они являются нелегитимными и незаконами. В этой связи нам нет необходимости идти на выборы, создавать видимость, бросать в бурну бюллетень и участвовать в этих большевых выборах. Более того, как бы вы не проголосовали, ваши бюллетени будут изъяты и подделаны. И поэтому мы обращаемся ко всем тем, кто хочет изменений, выйти на митинг, на протест 9-10 июня. Нам нужно добиваться отмены этих незаконных выборов. И второе, наша задача, используя то, что эта власть нелегитимна, что они проводят фальшивые выборы, что эта власть узурпировала за 30 лет все, что возможно в этой стране, включая саму власть и Конституцию, потребовать их покинуть свои кресла. Ну и, используя сегодняшний эфир, я еще раз хочу повторить. Все те, кто собирается идти на выборы и голосовать за любого, но не обязательно, якобы не из власти, все должны знать. Назарбаев 30 лет рулил страной, за 30 лет зачистил оппозицию, убивал лидеров оппозиции, сажал в тюрьмы. Он не для этого проводит эти выборы, чтобы выглядеть честно и красиво. С 2005 года не проводились ни разу выборы с участием оппозиции, представителя оппозиции. И поэтому у вас не должно быть иллюзии, что Касанов якобы он представитель оппозиции. Нет, он кукла режима, он пошел на сговор с властью, своим участием он хочет легитимизировать выборы. Назарбаев эти выборы хочет представить международному сообществу как честный, как демократичный. И вот такой вот продавшийся власти Амиржан Касанов должен легитимизировать выборы. Якобы они честно, проведены и справедливо. Поэтому, в связи с тем, что этот режим узурперов власть в течение 30 лет не дает нашим гражданам дышать, свободно жить, свободно говорить, вообще ничего свободно делать, мы считаем, что нашу страну захватили оккупанты, в частности главный оккупант Нурсултан Назарбаев. И нам нужно провести освободительный протест, используя итоги выборов, собственно сами выборы 9 и 10 и добиться смены режима. Я даже хотел бы, чтобы Жанна, вы продолжили. Да, добрый вечер. Я бы хотела сразу понять, как у нас со звуком. Там тоже говорилось, что идет эхо. Вот мы сейчас тоже наушники надели, как сейчас ситуация. Я бы хотела сказать, да, что наступила момент, когда действительно нам пора объявлять освободительный протест, протест против захвата власти. И я думаю, что многие граждане в нашей стране осознают этот момент, понимают, что другого способа победить этот режим, преодолеть эту рефорсификацию, преодолеть привычный вот этот забюрократизированный предвыборный момент, который у них отрегулирован в облесках. Он у них блестяще подготовлен, он у них и же каждый электоральный период проходит на ура. То есть у них подготовлены отряды людей, которые обеспечивают эти вещи, и как организаторы, они к этим вещам были готовы давным-давно. И все, что творилось, все, что происходило в нашей окружающей и политической жизни, естественно, это все готовилось как раз-таки к передаче захвата власти. Посредством этих выборов и, естественно, главной задачей режим себя ставил сделать эти выборы легитимными. И понимаю, что через третий год очень трудно международному сообществу доказывать, что снова с высоким процентом поддержки от народа. Можно получить, значит, можно провести легитимные выборы и в глазах всего мирового сообщества оставаться государством, так сказать, приличным, цивилизованным, которое проводит, так сказать, демократические выборы, это очень сложно. Поэтому наш режим готовился заранее. Скажем так, группа, форум «Жена Казахстан», который учредили как раз год назад, это все создавалось, естественно, прицелом на эти выборы. Не случайно этих людей изначально позиционировали и представляли в Брюсселе. Не случайно вся эта группа позиционировала себя долгое время за границей. Они очень тщательно подбирали членов своего форума, своего движения. И все люди, вот если помните, мы в прошлом году активно разоблачали этот момент. И мы видели, кого они приглашали. Мы видели, что в числе приглашенных был и Думанов, и в числе приглашенных был Галом и Герёв. Вот не все согласились с канатой Брагимов, они искали знаковых лиц, узнаваемых лиц. Они привлекли прозащитников, журналистов. И главной задачей было на Западе продемонстрировать, что существует демократия в стране, что существует организация оппозиционная, которые могут приезжать в Европу, рассказывать, что происходит в стране, скажем так, в первом парламенте, что они делали. Встречаться с евродепутатами, что они делали. Встречаться с представителями ГОСДЭП и так далее. И на всех этих встречах форум «Жена Казахстан» позиционировал себя как оппозиционная организация, как конструктивная системная оппозиция. И, естественно, они поднимали вопросы страны. И даже у нас, когда мы проводили 10 мая митинги в Истане, они встречались с представителями Еврокомиссии. И где вопросами, на самом деле, прав человека в Истане и так далее, никто не был озабочен. То есть Амежан Казахстан тогда произнес, что у них только два требования. Вот это наша оппозиция конструктивная, тогда заявила только две просьбы по отношению к Еврокомиссии. Это, чтобы Еврокомиссия ежегодно приезжала в Казахстан, и чтобы Еврокомиссия, значит, обратила внимание на положение дел этнических казахов, которые находятся в лагерях вытоков в Китае. И то, что в этот день полиция с особой жестокостью разгоняла митингующих под зданием как раз в Евро-Офисе Евросоюза в Казахстане, это, значит, не было на это акцентировано вниманием, что права людей не улучшаются, что у нас в тюрьмах пытают людей. Елену Семенову не пустили на этот форум, препятствовали, возбуждали на них дела. И вместо того, чтобы говорить о пытках наших заключенных, этот форум твердил о том, что пытают Китай и так далее. То есть изначально задачей мне этого форума ставилось позиционирование себя как системная оппозиция казахстанская, что она у нас есть, что она представлена широко, что эта оппозиция представлена национал-патриотами, они так себя позиционируют. И далее завести эту группу в предвыборный процесс. И у них еще есть дальше миссия, они, разумеется, именно форум «Жена Казахстан», сейчас объединившись с ОСДП, причем ОСДП, вы знаете, что они переименовались, они ушли под крыло Акикад, так сказать, под ведомство БАПИ, то есть БАПИ сейчас возглавляет ОСДП. И далее они будут еще продолжать весь этот цирк, фарс на парламентских выборах. То есть у них такая длинная дорожка выстроена, они будут далее парламентских выборов, дальше изображать демократию и так далее в стране. Ну, чем они сейчас дальше занимаются, собственно. На сегодняшний день мы все знаем, что в Париже группа людей, которые ставлены ОСДП и Раскалеевым, и Кожигельзин там, и они заявили открыто, что их представляет агентство Кастак, которое, кстати, принадлежит береге Назарбаева. То есть они еще и позиционируют независимые СМИ сегодня в Западу. Они в Западу показывают, смотрите, что у нас творится в стране, у нас все замечательно, у нас вот здесь есть оппозиционная парламентская, значит, готовится к парламентским выборам партии, легитимная партия, заметьте, единственная зарегистрированная в стране. А вот здесь вот у нас есть представленный национал-патриотами легитимный кандидат оппозиционный, то есть демократия в Казахстане просто разум. И, естественно, на все эти вещи обращают внимание сегодня западные партнеры и так далее. И вполне их руками формируется благополучная картина. В то же самое время мы понимаем, что наши сторонники задерживают, задерживают, и мы сегодня уже у Казахстана перечисляли все эти вещи из-за пустых плакатов и так далее. Откуда такие привилегии? Почему? Одним предоставляются привилегии, они могут различать по всему миру, они могут посещать города наши. Доскушин сегодня путешествуют там на юге Казахстана, касаются предвыборной кампании. То есть у них выделены бюджеты, им разрешено это делать, к ним прикрепляют СМИ, причем государственные СМИ, обратите внимание. И почему вдруг в случае, допустим, с протестами гражданскими, которые организовываются, либо ДВК, либо люди сами выходят, либо матери выходят. Смотрите, у нас матерей как-то таскают по автобусам, ОМОНовцы таскают их, закрывают, лишь бы только они не добрались до Акимов, не добрались до каких-то международных представителей и так далее. То есть вот эти все вещи, понятно, что идет жесткая дискриминация в протестной среде. Одним можно все, другим нельзя ничего. И когда Касанов позиционирует себя кандидатом от народа, безусловно, это ложь. И ложь теничная, потому что как раз-таки народ нуждался в кандидатстве. Но он пришел с настолько вялой программой, с настолько несерьезными там высказываниями, и вообще там одни плакаты чего-то. И все, что сегодня демонстрирует Касанов, вот только его не любят. Но его задача такая. Ну, надо здесь еще, Жанн, добавить, что весь его штаб – это Нуратановская команда. Такие его друзья, как Айдос Сарым – это человек, который негативно высказывался о событиях Жанозени именно в пользу, в поддержку власти в 2011 году. И записи его утверждения стоят в Ютьюбе. Если посмотреть, сегодня вот на Фейсбуке вышло много публикаций. Детально каждый член его команды, который, что называется, топит за Касанова, это все люди Ахвардей. Ну, взять, например, Сирикжана Мабитальна, гражданин Англии, бывший гражданин Казахстана. Он там хвастается, что организовал какие-то поездки по Казахстану. Ну, явно показывает, что каким-то образом он через него прошли деньги по финансирую этих поездок. Гражданин Англии участвует у кого? В штабе у Касанова. При этом сегодня мы опубликовали еще раз эти сведения известные, когда Мабиталин утверждал, что он собирается работать на президента Назарбаева. То есть у него вся команда состоит из нуратановских слуг, представителей Нурсултана Назарбаева. И как можно говорить о том, что Касанов оказывается кандидат от народа? Я обращаюсь к народу, действительно, нельзя быть настолько слепым, видеть, как на ваших глазах скручивают людей за голубые шары, за пустые плакаты, и бежать голосовать, считая, что счастье придет именно этой бумажкой. Я хотел бы напомнить, что существует целый класс людей, которые хотят, чтобы кто-то эти изменения принес. Как я все время иронизирую, Бэтмен Баттер. Пришел, сам все сделал, люди наблюдают, аплодируют, получают деньги, все хорошо. То он должен прийти помочь, все решить, то оказывается Запад, жизнью которых мы вообще не интересуемся, они почему-то должны интересоваться нашей жизнью, и все у нас изменить, почему они не помогают, почему они нам не решают. Вот так это звучит. Теперь у кого-то есть иллюзии, что Назарбаев за 30 лет, закрутив гайки, задушив любую мысль, задушив даже тех, кто выходит с пустыми плакатами, оказывается, дал возможность участвовать Амржану Хосанову как кандидату оппозиционному. Люди, очнитесь, это очевидно, настолько правда, я понимаю, что этот режим Назарбаев за 30 лет оболванивал всех, все средства массовой информации находятся под его контролем, но ведь это настолько очевидно, настолько очевидно, что это лживый кандидат от самого Назарбаева, он поставил куклу и дал выбор. Как я сегодня говорил, король Саудовской Аравии, когда его обвиняли, что у народа Саудовской Аравии нет выбора, король сказал, нет, выбор есть между старшим и младшим моим сыном, так сказал король. Так вот, у наших граждан выбор такой, вы голосуете за Такаева, который собирается продолжать курс Назарбаева и передать власть, по сути, дорогие Назарбаеву, или за Косанова, который кукла Назарбаева. Как можно обманываться? Жанна, я хотел понять, у нас комментарии там есть, потому что я у себя здесь не вижу на телефоне. Ну я могу сказать, что да, ребята пишут, и вот есть вопрос по поводу Кулебаева, я вот сейчас вижу вопрос. Это по поводу продажи доли банка его, халыбанки? Да, как продвигается дело Тимура Кулебаева, я, честно говоря, не знаю, что это сделано. Я могу откомментировать, что... Еще сразу скажу, что просят вступить в дебаты с Нарбаевым, причем очень многие. И давайте это тоже откомментируем, пожалуйста. По Нарбаеву я многократно говорил, это провокатор Комитета национальной безопасности, который исполняет роль козла-провокатора. Его искусственно забрасывали куда-либо. Он пользовался данными Комитета национальной безопасности. Я сейчас деталей даже не вижу смысла говорить, у меня таких фактов предостаточно. Я много раз говорил, поэтому все те, кто хочет сотрудничать с Комитетом национальной безопасности, идите и дружите с ним. Все, кто хочет излить душу перед агентом Комитета национальной безопасности, идите и изливайте. Но я сам, много лет посвятивший борьбе против этой системы, в том числе его инструменту Комитет национальной безопасности, не вижу смысла общаться, давать интервью этому просто мелкому агенту Комитета национальной безопасности. Вот по Эрмеку Нарымбаеву, я многократно это говорю, он делает всякие фальшивые выпуски в Ютьюбе с названиями громкими, что вот ДВК якобы выставляет наблюдателей на выборы. И выставляет в эфире наши выступления в чате, о которых, о наблюдателях, где вообще не говорится, мы говорим о митингах, мы говорим о том, что все эти нарушения, которые допускает власть, они все будут выявляться, показываться, это и будет усиливать наш протест. Но мы никогда не говорили, что ДВК будет выставлять 10 тысяч наблюдателей. Это, еще раз, это агент Комитета национальной безопасности и все. Поэтому с ним никаких разговоров быть не может. Что касается Тимура Кулебаева, ясно, что нынешний режим, а это режим Нусултана Назарбаева, я сегодня озвучивал, что в соответствии с решением парламента Нусултан Назарбаев получил пожизненный статус руководителя Совета национальной безопасности. Членами Совета национальной безопасности являются 12 человек. Это председатель Сената и его дочь, председатель Мажелиса, премьер-министр, президент страны и руководители силовых служб. А именно Совет национальной безопасности утверждает Акимов областей, руководителей крупных структур государственных. Поэтому, если раньше президент страны мог своим указом назначать, например, Акимов, министров, то сейчас реально юридическая власть в руках председателя Совета национальной безопасности. То есть, это мебель, в буквальном смысле должность президента, когда находится у власти в позиции руководителя национальной безопасности, должность президента номинальная. Поэтому он на эту номинальную позицию посадил Токаева. И, по сути, президент не обладает никакой властью. И поэтому я говорю о режиме Назарбаева. Так вот, этот режим Назарбаева, конечно же, беспокоится, что будут неуправляемые, неконтролируемые процессы 9-10 июня. Я просто лично Назарбаева очень хорошо знаю. Это трусливый человек, очень трусливый. И когда мне кто-то скажет, что это не так, я приведу простой пример. Если бы он был не трусливый, сильный, он организовал бы честные выборы. Он бы эти выборы организовывал бы всегда и в борьбе этой побеждал бы конкурентно. Ну, представьте себе, на ринг выходит человек. И такой рыхлый, неспортивный. Ставит перед собой маленького ребенка, топчет его и говорит, я чемпион мира или чемпион Казахстана. В данной ситуации наши выборы выглядят так. Когда искусственный кандидат появляется, напротив стоят 100 человек с автоматами, с пулеметами, с палками. И это называют честными выборами или честные битвы. Так вот, тем не менее, Нурсултан Назарбаев и все его окружение в панике. Они боятся, они увидели митинги 1 мая, они анализируют социальные сети, они видят массовое недовольство, видят массовое недовольство матерей. Поэтому вся политическая верхушка напугана и на всякий случай страхуется, что хочет сделать Назарбаев, Тимур Кулебаев и все его окружение. Они хотят втянуть свои предприятия, продать часть доли активов китайцам или каким-то крупным корпорациям в мире и думают, что вдруг, если завтра власть поменяется, а не успеет убежать, то их собственность будет защищена через международные суды. Поэтому Тимур Кулебаев пытается часть акций продать Халлокбанка и таким образом обезопасить свои капиталы, если будут какие-то неконтролируемые процессы. В этой связи я хотел бы в пользу случаем заявить, что это не поможет, потому что все те покупатели, пусть это представители государства, Китая, России, кого угодно, они все прекрасно знают, что это коррумпированный режим. Если говорить о западных странах, в западных странах есть специальные нормы, статьи, которые запрещают давать взятки, участвовать в коррупционных схемах. И такие компании, люди наказываются уголовно, преследуются уголовно. И поэтому, чтобы вы не сомневались, когда мы придем к власти, когда мы добьемся смены этого режима, вся собственность Нурсултана Назарбаева, даже в микроскопических долях, будет конфискована. Если с ними присутствуют китайцы и любые другие, они тоже сто раз пожалеют о том, что мы тоже принудим их или заплатить, или будет все конфисковано, кто бы это ни был. Поэтому, ребята, не переживайте, что якобы наша собственность куда-то денется. Это активы внутри страны, предприятия зарегистрированы внутри страны. Мы найдем тысячу возможностей, юридических, любых других. Вся эта собственность с семьей Назарбаева и окружения будет конфискована. Абсолютно все будет конфисковано. Я хочу сказать, Мухтар, что в стране блокируют интернет, и наш YouTube-канал тоже плохо видно. Сейчас не так много зрителей, потому что большинство сидит через VPN, и никак свободного доступа к эфиру нет. По поводу организации митинга от протеста от 9-10 июня. Почему мы их называем протестами? Потому что митинг – это вот человек вышел, люди вышли, высказали свои требования и ушли. До 9-го числа у нас само требование бойкота закончится, потому что закончится выбор. Соответственно, 10-го числа уже у нас возникает новая цель, новые требования. Мы будем требовать признания нелегитимности этих выборов, как мы сейчас, в принципе, это требуем, но мы будем требовать отмены тех результатов, которые будут нам озвучены. И наверняка власти будут делать все, чтобы озвучить эти выборы нелегитимными, признать их нелегитимными и признать их состоявшимся. И поэтому мы должны задуматься к тому, что 9-го и 10-го числа, это как минимум, вот эти два дня народ Казахстана должен объединиться и выйти на площадь. Мы планируем, что протест начнется в 12 часов дня, в воскресенье, и он начнется на всех главных площадях и улицах страны. И мы вчера обратились в эфире к вам, для того, чтобы вы могли озвучить нам наиболее удобные точки для протеста, наиболее выгодные и удобные позиции, для того, чтобы можно было удержаться на протяжении двух дней в этом протесте, и в этих местах, чтобы эти места оставались за народом, и чтобы народ мог туда спокойно и беспрепятственно прийти. Конечно, без препятствий не получится. Надо отдавать себе отчет в том, что в этот день власть будет создавать очень много препятствий для того, чтобы люди не могли объединиться и не могли выразить свое мнение относительно этих выборов. Конечно, будет блокирован интернет. Нам уже сейчас сообщают о том, что интернет в стране в день выбора, что кощунственно, и, конечно же, будет нарушать все права наших граждан, и в первую очередь избирательное право. Если человек будет отрезан от информации, не сможет найти избирательный участок и так далее. И много будет таких нюансов. И если власти будут отключать интернет в этот день, разумеется, в первую очередь они будут нарушать права избирателей, тем самым еще раз подтверждая нелегитимность этого выборного процесса. И наша задача в 12 часов дня, почему мы назначаем время это на 12? Потому что это разгар избирательного процесса. И в этот момент, если начнут отключать интернет, значит, власти пойдут на нарушение прав избирателей и тем самым подтвердят свои оккупационные захватические позиции. Наша задача появиться массово в тех местах, которые мы в итоге договоримся и обозначим, и мы дадим много рекламы на эту тему, чтобы можно было успеть распространить. И наша задача оставаться и быть как можно более массовыми для того, чтобы сохранить силу и нокаут процесса. Поэтому в первую очередь необходимо определиться с теми местами, куда мы можем все выйти и иметь возможность высказаться как можно более масс. И я думаю, что Мухтар Аблязак тоже сейчас на эту тему скажет. Мы должны до конца этой недели определиться с местами, где будут проходить эти протесты по всей стране. Мы ждем от вас предложений. Предложения можно написать в чат «Активисты ВК», на нашей Фейсбуке, Инстаграм и все прочее. То есть наши контактные данные известны. Мы ждем от вас информации. После того, как мы окончательно согласуем эти места, будет распространена плакатная реклама, будет видеореклама, будут обязательно обращения. И места к 9 числу будут заранее уже известны. Наша задача именно 9-10 вывести как можно больше людей и добиться перемен в стране. Я хотел бы вам напомнить, что, например, год назад в Армении десятки тысяч людей, только в Ереване вышло около 150 тысяч человек, и по всей Армении суммарно около 300 тысяч человек. Это 10% населения. И власть была сменена мирным путем. Все те, кто переживает, что полиция будет применять силы и так далее, должны знать просто примеры, примеры на наших глазах, которые происходили вчера, происходят сегодня. Достаточно 3,5-5% численности от всего населения, это от полумиллиона до миллиона, и в этот момент все силовые структуры переходят в сторону народа. Это опытный пример со всего мира. Поэтому, когда нас будет много, никто не сможет применить силы. Более того, сама полиция является частью народа, они получают маленькую заработную плату, живут на ипотеку, живут на съемных квартирах, тоже живут трудной жизнью. Трудной жизнью живет вся страна, кроме этой узкой политической верхушки, во главе с султаном Назарбаевым. Если в Армении добились смены режима, если в Грузии это добились, если Украина сейчас, мы все видим, мы им завидуем, та самая Украина, о которой нам вспоминали, как плохой пример, делает рывок, она серьезное развитие за последние годы сделала. Сейчас с приходом Зеленского я убежден, Украину ожидает вообще огромные перемены, и Украина, безусловно, войдет в число быстро развивающих стран, восточной Европы. У этой страны большие возможности, но я хотел бы вам сказать, что у нашей страны возможностей больше. Да, безусловно, Украина интересная, хорошая страна, трудолюбивый народ, население там больше, около 42 миллионов живет, но у нашей страны потенциал значительно выше, потому что природные ресурсы, которые мы имеем, они фактически, наверное, скажем, редкие во всем мире. Наша страна входит в десятку богатейших стран мира по своим природным запасам. Уран, медь, цинк, нефть, газ, черные металлы, редкие металлы. То есть это вообще уникальная страна с точки зрения развития, уникальнейшая страна. И то, что мы находимся между Китаем и Россией, это тоже для нас плюс экономически, потому что мы имеем огромные рынки сбыта. Огромные рынки сбыта. Поэтому, друзья, чтобы вы понимали, наше будущее в наших руках, существующие возможности позволят стране буквально через несколько месяцев полностью стать другой. Вы станете жить в более достойной жизни, потому что валютных резервов в стране много. Каждый год десятки миллиардов долларов крадутся из бюджета страны, и мы это можем прекратить буквально после 9-10 июня, когда мы добьемся смены режима. У нас сейчас шанс, у нас сейчас возможность. Поэтому, уважаемые друзья, мы ждем от вас информации по организации митингов протеста в каждом крупном населенном пункте, городах нашей страны. Мы обращаемся к вам, чтобы вы привлекали как можно больше сторонников, именно тех, кто хочет перемен. Когда у нас будут десятки тысяч, эти перемены наступят быстро. Вот, собственно, что я хотел добавить тому, что сказала Жанна. И я бы хотела добавить еще такой момент. Очень важно разобраться сейчас уже с теми возможными препятствиями, которые будет создавать режим. Они будут понятны, что надо сейчас уже разобраться, как мы будем взаимодействовать и общаться, когда откроются интернет. Надо уже сейчас разобраться, какие тактические приемы мы можем осуществить, чтобы добраться до тех мест, которые, скорее всего, будут блокировать. То есть понимая, что адрес проведения митингов, в течение протеста будет известен естественным властям, мы всегда позиционируем открытые и прозрачные места, поскольку мы имеем обширную массовую рекламу. Естественно, мы должны будем предусмотреть многие моменты. Было бы правильно, если бы вы, жители своих регионов, своих городов, активные участники бы протестов и митингов, которые уже были в ваших городах, понимая, как могут действовать полицейские, спецслужбы и так далее, могли с нами выйти на контакт и дать свои мнения, предложения по тактическим моментам, которые можно будет усилить, если мы заранее предусмотрим какие-то серьезные препятствия со стороны властей. Понятно, что режим будет усиливаться, понятно, что они будут набирать людей в помощь для того, чтобы препятствовать проведению наших протестов, но тактика уже показала, что сколько бы они не усиливались, в любом случае народу больше, народу Казахстана, население страны гораздо больше. Я понимаю, что осознанно готовых выйти людей на протест не так много, но сегодня в стране такой накапт протеста и сама по себе политическая ситуация такая, что очень многие будут задаваться этим вопросом, что же делать выборы. И мы сделаем все для того, чтобы ежедневно в прямых эфирах привлекать людей к этому протесту. Мы сделаем все для того, чтобы распространять информацию максимально. По всей стране будем использовать рекламу, будем использовать все инструменты для того, чтобы максимально широко распространять сообщения о предстоящем протесте. Потому что этот протест должен стать общенародным, общенациональным. Этот протест должен стать освободительным. И никогда еще в истории Казахстана таких протестов не было. Никогда еще политический бойкот не имел таких масштабов. И мы призываем к активному бойкоту. Именно поэтому мы уверены, 9 и 10 июня мы можем рассчитывать на то, что власть нас услышит. И если даже нас власть не услышит, мы сделаем все для того, чтобы народ объединился и сумел свои права заявить таким образом, чтобы их можно было реализовывать хотя бы какими-то частями. Поэтому все, что вы нам сможете сообщить, вы можете общаться, присылать свои сообщения на фейсбук, влечку ко мне. Вы можете присылать их в телеграм. Вы можете отправлять их на телеграм-канал Активисты ВК в штаб. У нас очень большая широкая инфраструктура поддержки активистов. Если вы зайдете в телеграм, скачаете себе телеграм-приложение и зайдете в чат Активисты ВК, вы найдете там в навигаторе большую структуру, которая будет объяснять, как найти нашу программу, как зарегистрировать на актуальный номер, как обезопасить свой номер. Как связаться, допустим, с Мухаром Агрязовым, как прослушать эфиры, получить ответы на те или другие вопросы. Все это очень обширно представлено. Наши программы, наши проекты и так далее. И поэтому я призываю тех людей, которые еще не являются слушателями нашего чата, Активисты ВК в телеграме. Вы присоединяйтесь к нам, вам там ответят обязательно на все ваши вопросы. И мы хотим слышать ваше мнение по организации МИДИВ. Потому что мнение по организации МИДИВ на местах, от тех людей, которые находятся в своих регионах, от своих городах, в своей улице, намного лучше, чем мы, естественно, здесь из штаба. Вы можете оказать нам очень большую помощь и поможете нашей стране. И поэтому я вас еще раз призываю сотрудничать и подсказывать свое мнение и так далее. Я еще хотел бы добавить, что есть критики, которые говорят, что есть особый путь, так называемый, как они говорят, эволюционный путь. Митинги это столкновение. Во всем мире митинги, именно на митингах решаются важные вопросы, включая в первую очередь европейские страны, где на митингах человек свободно может выражать свою позицию. Именно в результате массовых митингов произошла смена власти в Армении, в Грузии, недавно в Алжире. Миллион человек вышли на улицу и заставили президента Бутафлика отказаться от участия на новых выборах. И он ушел в отставку. Назарбаев 30 лет давал возможность так называемым тем, кто хочет эволюции, убедиться, что никакой эволюции не будет. Эволюция имеется в виду к лучшему. Была эволюция только к худшему. За все эти 30 лет нахождения у власти, я думаю, что вы можете наблюдать, что за это время у вас отобрали практически все. Право голоса, право выходить с пустым плакатом, право на получение информации, право на интернет, право на работу, право на образование, право на здравоохранение. У вас есть только право работать, если вы подняли чуть-чуть голову, есть право сидеть в тюрьме. Поэтому, когда кто-то говорит эволюция, я понимаю, что эволюция этого как ребенок растет, каждый день он растет, через год он вырос, через 10 лет ты знаешь, как он будет расти. А когда эволюция этого режима приводит к тому, что народ втапкивается в грязь, и те, кто предлагают ждать новую эволюцию, это, я считаю, не просто трусы. Это те люди, которые пытаются увести наш народ от своего естественного состояния, от свободы, увести в рабство. И я считаю, что такие люди не заслуживают ничего, кроме презрения, кроме презрения и возмущения, что они смеют так обманывать свой народ. И таких много, блогеров, людей, которые вчера были лидерами общественного мнения. Я вижу сопротивление многих, которые попали под влияние этих блогеров или еще кого-то. Но пора открыть глаза и убедиться, никакой эволюции той самой к переменам не будет, к лучшим переменам не будет. Поэтому сейчас у народа единственный инструмент добиваться справедливости, добиваться перемен, это массовые митинги. И это сильнейший инструмент для перемен. Это доказано теми изменениями, которые произошли во многих странах мира. Поэтому мы 9-10 числа призываем наших сторонников выйти на общенациональный освободительный митинг. Я бы тоже хотела сказать, дело в том, что сейчас в отношении демократического выбора Казахстана и СМИ, и провластные блогеры, и команды Касанова, они употребляют такую риторику, как, они нас называют радикальной оппозиции. И они говорят о том, что они избегают радикальной риторики, потому что они хотят действовать в рамках закона, они хотят законным способом преодолеть сопротивление режима и прийти к власти. Ну, понятное дело, что это циничное такое, скажем так, вранье, не заблуждение, а не циничная, намеренная ложь для того, чтобы ввести в заблуждение как раз от неискушенных людей. К сожалению, эту ложь поддерживают очень многие, в том числе. Безызвестный Ануар Эдмитисов, который недавно высказался и сообщил, что мы хотим крови. И я хочу напомнить всем, что демократический выбор Казахстана всегда выходил на площадь с маленькими голубыми шариками. Я не думаю, что это экстремистское оружие. Что мы выходили на площади с ленточками голубыми, что мы запускали шары в небо, что с нами на наших мероприятиях наши дети, что мы проводили сетевые челленджи, и всегда в этих челленджах присутствовали слова о наших правах, о наших свободах, о том, чтобы не пытали политзаключенных, о том, чтобы не пытали вообще людей в тюрьмах и так далее. Мы, на наших мероприятиях не пострадал ни один человек, не разбит ни один фанат. И только представители власти создают экстремальные ситуации, когда привлекают молодых детей, наших детей, для того, чтобы привести их и сделать из них тетушек, людей, которые нападают на журналистов, людей, которые препятствуют мирному протесту. Ни на одном из наших мероприятий не произошло драк. Многодетные матери с грудными детьми на руках произносили слова, которые шли у них от сердца, потому что у всех наболело, потому что у всех уже накопилось столько гнева от несправедливости, но тем не менее вы где-нибудь видели радикальное заявление. Ведь это всего лишь требование жизненное, просто жизненно необходимое требование. Никто не призывает там брать оружие и выходить туда. Мы всегда подчеркиваем и говорим о том, что мы только за мирную смену режима. И мы всегда приводим примеры, которые привели к мирной смене власти. Вот посмотрите Армению. Мы всегда опираемся на такие примеры и говорим, что в современном мире такое возможно. Учитывая, что у нас есть инструменты распространения информации, что наш народ, 18 миллионов нас, даже если выйдет 5-10%, это уже огромная масса людей, которые действительно приведет глаз к бегству. Вы видели, насколько боится Назарбаев больших протестов. И 9 мая полностью страна была блокирована от интернета. Полностью, тотально были перекрыты социальные сети, мобильная связь. То есть это говорит о том, что как раз-таки меры экстремистских применяют власть. Даже во время террористических актов, которые даже порой были там конструированы самими властями, стране никогда не отключали интернет и мобильные связи. Но во время шествия в бессмертном полке, когда одна часть общества вышла с разрешением на такое шествие, а вторую часть общества хватали и вылокли в спецприемники, вот такое вот мирное простое шествие вызвало панический ужас в Аккарде, и люди отключали интернет. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, распространяют намеренно ложную информацию. У них в руках СМИ, у них большой ресурс административный. Демонизируют ДВК до такой степени, что кажется, что там только люди вооруженные без угол. Все, чем мы сегодня вооружены, вооружены требованием справедливости, настоящим народным дневом, который сегодня выходит в Украинске именно на площади, на улице. И это нормально, потому что во всем мире только так и можно выражать свое мнение. Поэтому мы еще раз подчеркнулись. 9 и 10 июня мы придем на площадь. Мы будем требовать мирно и абсолютно безо всяких экстремейских призывов мы будем мирно требовать смены режима, мирно требовать признание наших конституционных прав, отмены этих негативных выборов и таким образом мы будем реализовывать данную нам конституцию права. Вот так добавить, что ли? Да, у меня вроде пока все. У нас, я так понимаю, блокируем до сих пор интернет в Казахстане, да? Да, интернет в Казахстане блокирует. Это вот просто традиционно. И в настоящий момент тоже многие люди сидят у нас через ВТН. Ну, я не вижу каких-то таких вот вопросов, которые могли бы, что это такое вот, ну, очень важное, да? То есть слова поддержки, да, видимо, есть очень много. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете нас и что смотрите эти эфиры. Я думаю, что этот эксперимент сегодняшний мы как-то будем улучшать и будем возобновлять его ежедневно. Хорошо, спасибо. И я думаю, что на сегодняшний вечер многое сказано. Тут вот вопрос, единственное, задали вопрос, давайте ответим, я пока его вижу, да, что будем делать, что пойдет как-то такая. Ну, это как раз из области того, что вот будем требовать признания этих выборов нелегитимными. Да, мы будем требовать признания их нелегитимными. Соответственно, требование, что Такаев, не наш президент, просто будет набирать силу и оборот. И мы будем добиваться, чтобы он ушел в отставку, чтобы были проведены честные выборы, чтобы на эти выборы были допущены все граждане Казахстана, чтобы были внесены соответствующие поправки законодательства, приведены в соответствии с международными договорами и с Конституцией. На этих выборах должны участвовать, иметь возможность участвовать все те, кто хочет, и я в том числе. Да, я думаю, что мы можем выдвинуть такое требование как раз-таки на площади, как раз-таки 9 и 10 июня. Такие требования вполне могут прозвучать, и они должны прозвучать. Потому что каждый гражданин Казахстана имеет право баллотироваться в президенты, и таких чудовищных облачений должно быть никому. Я думаю, что мы на сегодняшний вечер терпали лимит времени, и довольно, ну, в общем-то, час нам удалось провести этот эфир. Я думаю, мы посмотрим, какие были помехи и ошибки, сделаем его как-то технически лучше, и считаем, что у нас получилось. Да, наверное, мы сейчас немножко потренируемся, будем выходить в дневное время, чтобы больше людей могло увидеть, войти через ВПН. Мы понимаем, что такая, которая якобы является гарантом законности и Конституции, даже на этот короткий период не справилась с этой задачей, они чуть больше недели не ограничили в интернет, теперь испугались и делают это регулярно. Поэтому в дневное время мы, скорее всего, будем в ближайшее время выходить. Уважаемые друзья, пользуйтесь ВПН любыми другими возможностями, которые позволят вам слушать наш эфир, задавать вопросы. Времени до дня выборов осталось немного. Мы все эти дни практически ежедневно в режиме будем выступать и с вами обсуждать все злободневные вещи нашей страны. Спасибо, что были с нами в этом эфире. До свидания, всем успехом. Отключаемся.